а тут и наш дизель стоит итак начинаем путь вот станции проезжаем попрощаемся то есть с ней тут зона по грамм контроля было написано и вот на другой стороне горзовой состав пассажиров не так уж мало я бы сказал много целых 15 пассажиров зилка это действительно я бы сказал что много и вот локомотив российских железных дорог пути сужаются и выезжаем из зилка вот такая ручейка вот тут на этом месте первая остановка Бриди так этот пул выглядит вот там остановка сама и тут люди имеются вот та остановка Бриди по-моему вообще новая ее сделали где-то 90-е годы раньше такой вообще не было а теперь мы приближаемся к Нарза это следующая остановка уже станция видите с путями расширением не знаю может быть раньше когда-то были Бриди но вот в 80-е в начале 90-х что-то помнится что нет а вот Нарза станция здесь вот похожие как вообще на этой линии уже несколько таких бывают похожие здания но тут пассажиров не видно в отличие от Бриди а так тут ухожено тут еще реку мы пересекли вот просто все не успеваешь так снимать и плюс еще там билеты проверяли вот все эти речки Зилпы, Лудза и другие они втекают в реку Великая которая потом в Пскове втекает в Псковское озеро так что это получается такая восточно-ландгальская низменность где уже бассейн реки Великая ну вот виды тут такие имеются кустарники но также конечно есть и обработанные поля поля обрабатывать сейчас выгодно за это платят хорошие субсидии вон такое такие холмыстые тут эти поля а теперь приближаемся к станции из Талсна вон такие тут уже леса появляются ну много также кустарников молодняка как говорится очень рано объявили вот мы еще едем но информатор уже объявил происталсно поэтому не удалось снять ну вот прибываем в станции а тут еще кто-то ну вот пассажиров не замечается ну вот самой Зилпа было много а сейчас уже приближаемся к Лудзо вот видите дорогу проезжаем и озеро озеро видим ну и виды могу сказать из автобуса были более привлекательные но поскольку вот я там стоял и не сидел у окна то фактически возможности снимать у меня там не было поэтому вот это этого не получилось вот сейчас уже приближаемся к Лудзо вот река видимо это наверное есть река Лудзо вот был слышный информатор нет мне это указалось как река Пилда а где же тогда Лудзо получается или она только потом истекает от Лудзонского озера может быть это вот этот перекресток и там уже дальше город тут уже виден город ну конечно пока по окраине мы тут проезжаем вот эту станцию это фактически получается такая окраина но тем не менее железная дорога тут популярна и поезд фактически единственный транспорт который соединяет Лудзо с другими регионами Латвии хотя есть еще один автобус Карса в Риге через Лудзо рано утром вот станция видите сколько много тут пассажиров даже не сосчитал тут еще и еще ой сколько же много тут все не пассажиры тут имеются также есть и провожающие поэтому так точно не сосчитаешь в перроне как много зашли но разве это можно замещать автобусом ну никак ведь нельзя я там им говорил этим ответственным что автобусом не будут столько ездить автобусом будут гораздо меньше ездить потому что это очень неудобно если нужно где-то в разок на еще пересаживаться вот по той стороне там какие-то склады вот тут я что-то читал что на территории бывшего линозавода сделали что-то новое я точно не знаю ли это здесь но не исключено вот там видно что вот есть что-то новое там такой ом вообще-то в Латгалии конечно с экономикой как говорится оставляют желать лучше вот тут вид какой такой как бы получше ну теперь мы уже так сказать глубже углубляемся в Латвии и виды тоже будут более привлекательными вот этот Лодзе до Зилупа фактически был самый переграничный регион а здесь уже недалеко уже Резекна вот тут какие просторы это уже дорога от Резекна до Лудзе ну и дальше уходит это тоже Московское шоссе опять очень рано объявили Цирму такая маленькая остановочка тут вот тут еще только переезд за переездом всего лишь какая-то остановка интересно вот эта полоса наверное означает что тут рельсы где-то были тут уже вот трактора вот цирма тут хотя бы один пассажир имеется а тут остановка с интересным названием Тауда Яни последняя перед Резекна она тоже была не все время вот например в расписании 90-91 году она как-то ну была наверное только как техническая или может быть каких-то для каких-то отдельных поездов только было вот где она находится но тут не видно людей вот на этом месте начинается новопостроенные Радыкненские приемы парк грузовых поездов он весьма длинный я как раз хотел убедиться используется и он сейчас и видно что используется причем весьма активно тут в нескольких рядах стоят поезда по-моему даже 4 ряда вот там все заполнены и тут еще будет другой парк это было насколько известно построенные какие-то нулевые или в начале десятых его только построили и вот здесь начнется новый парк такой состав уже приготовлен чтобы отправляться в путь так что вот тут деятельность активная и вот еще я считал в поезде там перед резек на 46 пассажиров это я скажу даже очень много для рабочего дня представляете когда-то хотели даже автобусом заменить какой этот большой приемный парк что тут интересное тут опять несколько рядов грузовых поездов очень много стоят здесь уже начинается станция разок на два какие интересные ну тут наверное людей будет немного сравнительно потому что час назад ушел экспресс сразу к Нария поэтому этим я думаю что много ездить не будут ну посмотрим есть 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 да все же есть немало вот тут вообще уже полный присел там дальше конечно свободно свободнее в других вагонах вот такие тут виды из города разок на по дороге и тут вот там даже заметил что какие-то работы проводятся с этими вагонами иногда в прошлом году так было по крайней мере вот российский локомотив мост не захотели выключаться а тут вот уходит дорога в сторону Карсовы там перекрещиваются дороги Рига Зилупа и Даугава Пес Буталова Санкт-Петербург вот это место это Петербургская Варшавская дорога вот тут мы как бы из горы наблюдаем но теперь я только покажу Сакстагаус вот сейчас приближаемся к Сакстагаус это такой поселок он преимущественно на другой стороне и там вот помню в 2005 году я там еще так прогуливался и встретил наверное две лошади и две машины вот примерно такая была пропорция поровну между лошадьми и машинами но сейчас как-то уже давно лошадиную пряжку не ее но вот зато можем посмотреть станцию и она тут весьма крупная фактически фактически этим я и закончу сегодняшний репортаж потому что другие станции последующие у меня уже сняты в выпуске про фрактор увидел тут а вот и вот будет сама станция видимо самая высокая на этом участке дороги но мне кажется что из латвийского времени как минимум ну вот такое тут вот такой получился выпуск про Зилупа восточную границу Латвии и всего Евросоюза и этот участок железной дороги поэтому на этот раз и прощаюсь с вами и говорю всего доброго до следующих новых встреч веселобо юмс устикшенвус и с миром с Продолжение следует...